Агентство Хороших Новостей Идолом голливудский актер получил Оскар, а сам фильм собрал кассу в 900 миллионов долларов. И во многом благодаря участию в десятилетнем процессе его создания гитариста Куин Брайана Мэя. Мы поняли, что если не мы, то тогда кто-то другой сделает фильм, и мы не сможем защитить наследие Фредди. А недавно мистер Мэй заявил, что у «Богемской рапсодии» планируется продолжение. Правда, пока нет идей для возможного сиквела. Но почему бы не посвятить его последним годам жизни Фредди, когда группа почти не давала интервью из-за его болезни? Ну а актер Рами Малек наверняка не против снова сыграть Фредди. Кстати, ради роли он учился говорить с зубными протезами и еле пережил сцены с кошками из-за своей аллергии. Но по слухам, гонорар в 20 миллионов евро за съемки затмил эти актерские трудности. А за сиквел суперуспешного фильма ему уж точно предложат не меньшее вознаграждение. Так что шоу must go on, как пел Фредди Меркури. Кстати, о золотых цитатах. На улицах Москвы появятся баннеры для водителей электросамокатов с цитатами в духе пацанских пабликов и соцсетей. Фразы а-ля «не гоняйте, пацаны, вы матерям еще нужны» и тому подобные – это такой соцпроект для соблюдения правил дорожного движения. Тем временем продвижение в мире соцсетей становится все менее затруднительным. Вы только взгляните на нового рекордсмена ТикТока. Знакомьтесь, блогер по имени Хаби Лейм. И он стал первым в Европе тиктокером, набравшим 100 миллионов подписчиков. Как? Молча! Итальянец просто высмеивает глупые лайфхаки на просторах сети. Это и стало его фишкой. К примеру, зачем разрезать застрявшую в автомобиле футболку, когда достаточно просто открыть его дверь? Верьте или нет, но еще в 2020 году Хаби потерял работу на фабрике, а затем стал блогером и на своих анти-лайфхак-разоблачениях сколотил капитал в 500 тысяч долларов. А вот суперзвезда футбола, аргентинец Лионель Месси, заработает более 120 миллионов евро за два года. Но он плачет от грусти. А все потому, что ему тяжело прощаться с футбольным клубом Барселона, за который играл 18 лет. Теперь он член парижской команды Paris Saint-Germain и будет играть под 30-м номером. Тем временем во французской столице болельщики PSG уже стоят часами, чтобы купить атрибутику с фамилией Месси. Я лично пришел купить майку, он же величайший футболист в истории. А вот продажи майк Барселоны после ухода форварда рухнули аж на 80%. Вывод такой. От перемены мест слагаемых сумма очень даже меняется. И на этом выпуск агентства хороших новостей подошел к концу. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!